С 4 по 14 октября при поддержке РУАД прошел образовательный тур для российских автодилеров под дилерским предприятием США. В туре приняли участие генеральные директора, руководители дилерских центров, а также руководители профильных подразделений из разных городов России. Участники посмотрели, как устроен бизнес западных коллег изнутри и имели возможность лично встретиться с культовыми и успешными автодилерами США. В первый день тура группа встретилась с Брайаном Бенстоком, который является генеральным директором компании Paragon Honda. Он рассказал, каким образом они продают до 1400 автомобилей в месяц, имея небольшую территорию, находящуюся далеко не в самой лучшей локации. Много мероприятия великолепны, честно говоря, такой спикер отличный, дал много разных советов, интересных, раздеверений, как вести бизнес, как он проходит и происходит какой-то бизнес-процесс в Америке. Все круто, я думаю, двигаем дальше, смотрим, что у нас будет происходить в процессе нашего тренинга-путешествия, так что всем спасибо. Еще одна интересная встреча прошла с руководителями крупнейшей дилерской сети Nissan, Роном Шварцем и его партнером Джейсоном Фридманом. Рон поделился своим личным опытом, основанным на 30 годах работы в автобизнесе, где он прошел путь от перепродавца БУ-машин до руководящего поста. Не менее интересным сложился диалог с Джейсоном, так как помимо прямых обязанностей в колониал Nissan, он является председателем ассоциации дилеров пенсивальни и председателем группы 20 дилеров Nissan этого же региона. Ну на самом деле понравилось, все-таки всегда приятно поделиться опытом и узнать опыт коллег, тем более самый, я так поняла, что крупный дилер Пенсильвании, поэтому было очень интересно. Конечно, не обошлось без встреч с уже известными для российского авторитейла спикерами, такими как Джим Родж и Тим Кинц, которые неоднократно принимали участие в проектах РУАД. В этот раз Тим провел эксклюзивный мастер-класс, где рассказал о системных инструментах структурирования ежедневной работы персонала и о том, как нанимать на работу и как мотивировать. Я думаю, что это мероприятие прошло на высоком уровне. Во-первых, хотел сказать спасибо организаторам. Ребята на высоком уровне все организовали. Конечно же, очень приятно вживую слушать тех людей, которых ты дома читаешь. И утром буквально еще по Тиму Кинцу. Мне вчера писали коллеги там в сторисах, «Слушай, это правда, он живой, то есть его можно было там потрогать?» Да, конечно, он говорит, веселый очень. Крутое мероприятие. Очень ценю таких людей, которые настолько системно, настолько четко могут донести информацию до аудитории. Вообще поражает уровень интеграции именно цифровых решений. Вот, например, 89% американских дилеров уже осуществляют запись через онлайн на сервис. Джим Родж, в свою очередь, говорил о клиентоориентированности и модели взаимодействия с клиентами. Делился лучшими практиками сервиса и передовыми подходами к маркетингу в этом направлении. Мероприятие прошло на ура. Джим рассказывал про очень важные вещи, которые российским дилерам еще предстоит сделать. И в Америке такие же проблемы, как и в России, там с поставками автомобилей. И американцы делают большой упор на сервис. Поэтому все, что он сказал здесь, можно было записывать и приезжать в Россию и внедрять. То, что он рассказывал про X-Time, это ДМС-системы для сервисов, для дилеров в том числе. Это очень серьезная и сложная система, которая занимается в том числе и СРМ-маркетинг, и РФМ-анализ, и так далее. Уже очень много внедренных функций. Второе, что понравилось, это то, какие стандартные подходы применяют дилеры в плане автоматизации работы и повышения эффективности. Например, постаматы. Клиент может сам прийти, абсолютно без участия мастер-консультанта, сказать, какие работы ему нужны, и положить ключи в постамат. Мастер-консультант придет, никакого участия человека практически нет. Клиент может уходить по своим делам, когда угодно. Впечатления странные, они все дни такие странные. Я бы так сказал, никаких секретов из шапки, никаких фантастических, каких-то этих самых... Зайцев, зайцев. Да, зайцев, волшебных вещей. И через все сегодняшние, все дни обучения идет одна фраза, которую сказал Брайан Бестер в самом начале. Just do it. Ну, то есть, просто делай. Никаких секретов нет, и ребята объясняют очень простые вещи, которые просто надо делать. То есть, если ты будешь делать, то отлично получится. Для нескольких участников тура была организована частная экскурсия на крупнейший в мире авто-аукцион Манхейм, где ежедневно производится более 500 моек и более 100 кузовных работ. В дополнение ко всему этому, наша группа участвовала в конференции Driving Sales, где большое внимание уделялось эффективности отдела HR и его проблемам. По итогу можно сказать, что поездка получилась насыщенной и полезной. Все участники получили много эмоций и знаний. Если вы хотите присоединиться к туру по США в следующий раз, то свяжитесь с нами по контактам, указанным на сайте РуАД. Ни для кого не секрет, что с начала 2021 года новые автомобили подорожали от 5 до 18%, что является абсолютным рекордом в столь короткие сроки. Причина этого явления – совокупность факторов. Пандемия, дефицит, отсутствие проводников. Многие думают, что у дилеров дела обстоят лучше, чем никогда, но так ли это? На этот вопрос и многие другие в своем интервью ответил Павел Шестопалов, генеральный директор группы компаний Автоплюс. По его мнению, вся эта ситуация показала, что аналитика – это дело хорошее, но она не предсказывает форс-мажорные обстоятельства, и даже большая четверка не смогла спрогнозировать, как развернется ситуация на рынке после начала пандемии. Также он уверен, что если бы дефицита не было, а цены выросли, то рост продаж взлетел бы вверх, но быстро бы и упал. Что касается накрутки дополнительных опций на машину, то тут Сергей не отрицает этого факта, однако просит не мерить всех под одну гребенку, так как далеко не все дилеры вовлечены в этот процесс. С другой стороны, дилеры 10 лет оптимизировали убытки, и ни потребителя, и ни импортера это не беспокоило. Одни просили скидки, а другие требовали обновления автосалона. Что касается рентабельности авторитейла, то Павел уверен в том, что да, она выросла, но ненамного, и то благодаря снижению затрат. Нет машин на складах, уменьшилась кредитная нагрузка, а денег на рекламу стало уходить втрое меньше. Вот и весь рост. В целом, беседа с Павлом Шестопаловым получилась очень обстоятельной, и если вы хотите прочитать полную версию интервью, то вы можете это сделать на сайте РУАД в разделе «Прямая речь». С началом промышленного производства автомобилей AORUS холдинг «Авелон» открыл в Москве демонстрационное пространство этого бренда. В открытии шоурума приняли участие генеральный директор марки Адиль Ширинов, генеральный директор и председатель правления «Авелон» Андрей Павлович и операционный директор Олег Шамба. Автосалон открылся в стенах всем уже известного «Авелон Легенда», где потенциальным покупателям предоставлена возможность познакомиться с автомобилями российского лакшери-брэнда. Его площадь составляет 180 квадратных метров. Там же находится зона сервиса для технического обслуживания автомобилей и диагностики на высокотехнологичном оборудовании. Олег Шамба считает, что такой формат дилерского центра соответствует стандартам и высокому статусу премиальных автомобилей класса «Люкс». По словам Андрея Павловича, выбор «Авелона» в качестве партнера «Ауруса» — это высокая оценка деятельности всей автомобильной группы. Руат поздравляет «Авелон» с запуском нового дилерского центра, а бренд «Аурус» — с выбором достойного представителя дилерского сообщества. Руат ТВ. Мы рассказываем об авторитейле в деталях.